Президент Алмазбек Атамбаев сегодня провел встречу с министром энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухилом Мохаммедом Фараджем Аль-Мазруи, прибывшим накануне с визитом в Бишкек. Глава государства сердечно поприветствовал гостей и сравнил их визит с весенними ласточками. «У нас прилет ласточек ассоциируется с приходом весны, и ваш сегодняшний визит тоже можно сравнить с прилетом ласточек. Я надеюсь, что ваш визит еще больше укрепит наши двусторонние отношения и станет началом новых дел и возможностей», — сказал Алмазбек Атамбаев. В свою очередь Сухил Мохаммед Фарадж Аль-Мазруи отметил, что цель их визита — это укрепление торгово-экономических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Кыргызстаном. «Мы обратили большое внимание на такие сферы, как животноводство, сельское хозяйство и на вопросы инфраструктуры», — сказал он. Российско-Кыргызский фонд развития снизил ставки по кредитам размером до 1 миллиона долларов для субъектов малого и среднего бизнеса до 5% годовых. Об этом сообщили в фонде. Также отмечается о запуске программы кредитования малого и среднего бизнеса через коммерческие банки. Снижение ставки должно создать дополнительный импульс для повышения деловой активности в стране. При этом банк-партнер не имеет права взымать какие-либо дополнительные комиссии и сборы, в том числе за расчетно-кассовое обслуживание, связанное с выдачей и обслуживанием кредитных средств. Бюджет «Джегор Кукинешина» в 2016 год составляет 784 миллиона сомов. Об этом сегодня на заседании фракции Республика Атадюль сообщил представитель управделами парламента Алмаз Кужомкулов. По его словам, из 784 миллионов почти 87% идет на защищенные статьи на зарплату. От 12 до 17% идут на другие расходы. Он также отметил, что после принятия постановления «Джегор Кукинеша» об оптимизации расходов было сэкономлено около 27 миллионов сомов. К концу года мы также ожидаем дополнительную экономию около 30 миллионов, которые будут возвращены в бюджет, сказал Алмаз Кужомкулов. Из 111 машин на балансе «Джегор Кукинеша» осталось 53. Об этом также сообщил Алмаз Кужомкулов. По его словам, изначально в автопарке было 111 машин, включая 75 «Тойот Камри», принятых на баланс в 2007 году. Созданная комиссия списала машины по итогам постановления. Машины уже отданы в другие органы через фонд госимущества. Сейчас осталось 53. В их число входят 10 «Кадиллаков». Спикер, вице-спикер имеет по одной машине. Секретариаты фракции пользуются по одной «Тойота Камри». Аппарат имеет 8 дежурных машин, управ делами 6. Остальные 11 машин гостевые. Мы их оставим для того, чтобы встречать иностранных гостей, сказал Кужомкулов. Национальная киностудия «Каргазфильм» имени Толомуша Акеева завершила съемки документального фильма о культурном комплексе «Софет Булан». Презентация фильма пройдет в мае 2016 года. Об этом сообщает государственная дирекция по подготовке и проведению Года истории и культуры. В фильме рассказывается история одного из самых таинственных памятников историко-культурного наследия Кыргызстана «Софет Булан». Как описывается в древних легендах, последним местом, куда сумел дойти Александр Македонский, стала священная гора Арча-Мазар в Джалабадской области. В подтверждение этих сведений – древняя плита, на которой по-гречески написано «Александрия Исхата», что переводится как «Последняя Александрия». Сюда, в Алакбукинский район Джалабадской области, приезжает со всей Центральной Азии, чтобы прочитать молитву и получить благословение. Женщины, прикасаясь рукой камни, просят о благосостоянии семьи, о бесплодных детей. Фильм снят в рамках плана комплексных мер по проведению Года истории и культуры с целью популяризации исторических достопримечательностей Кыргызстана. Национальная сборная Кыргызстана по хоккею выиграла все четыре игры домашнего розыгрыша Кубка «Вызова Азии-2016». Турнир прошел 9-14 апреля в Бешреке на льду городского катка при участии сборных Кыргызстана, Катара, Индии, Малайзии и Макао. Подопечные НИИ из Бекалиева добились четырех побед. Этот результат позволил кыргызстанской сборной занять первое место в группе и обеспечить себе участие в топ-дивизионе на следующий год. Серебровой играла сборная Малайзии «Бронзово-Макао». Для удобства горожан 1 мая в день празднования Пасхи мэрия Бешкека увеличит количество общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Будет увеличено количество выхода автобусов на восьмом маршруте, соединяющем городскую территорию с юго-западным кладбищем. Интервал движения будет составлять 8-10 минут. Также автобусы будут направлены по маршруту микрорайона Самба-Юго-Западное кладбище с интервалом движения 20 минут. На северное кладбище из различных районов города движение будет осуществлять микроавтобусные маршруты и муниципальный транспорт. Выход общественного транспорта по данным маршрутам будет осуществляться до 10 мая праздника – родительский день. На юге Кыргызстана сегодня в 7 часов 14 минут зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук. По предварительным данным, очаг землетрясения располагается на территории Узбекистана в 105 километрах юго-западу от города Ташкумыр. В населенных пунктах интенсивное землетрясение составило 2,5 балла. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Кыргыз-Гидромет распространило штормовое предупреждение. С 14 по 16 апреля в связи с повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах Бишке-Кош, Каракулы-Нельчек и Алабокуа-Канышкия ожидается сход снежных лавин, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавины опасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.